Здравствуйте! С вами программа «Бестобрещание». Смотрите сегодня. Совершенствование транспортной системы. Что делается для того, чтобы горожане добирались до места назначения вовремя и с комфортом? Никто и ничто не заменит маму. В этом уверены жители детской деревни. Комфорт – это то, что может нам дать цивилизация. Оскарт Уайльд. Каждому жителю города хочется попасть в назначенное место быстро и со всеми удобствами. Но стоит быть откровенным – подстроить сеть общественного транспорта под каждого невозможно. Однако оптимизировать ее работу просто необходимо. С этой целью в 2011 году в Брест были приглашены специалисты Института Транстехник. Они изучили пассажиропотоки в соответствии с полученными данными, дали рекомендации по улучшению работы транспортной сети. На сегодняшний день уже есть результаты. Для их достижения пришлось даже изменить режим работы некоторых предприятий, чтобы часы пик стали более разгруженными. Удалось решить и другие проблемы. Еще 2-3 года назад ощущалась очень большая нехватка водительских кадров. Очень тяжелая работа и низкая была зарплата. В горе с полкомом приняты были меры по повышению зарплаты водителей. Сегодня в автобусный парк на работу водителям стоит очередь. Если раньше брали только того, кто придет, сейчас, соответственно, спрос был никакой, то теперь люди держатся за работу и, конечно, это повышает дисциплину самих водителей и их работы. Облегчило транспортное сообщение и строительство еще одного моста через Муховец, который является частью западного обхода. Его строительство будет продолжено, что тоже непременно улучшит ситуацию по пассажироперевозкам. Заметно меняется в последнее время и подвижной состав, особенно в троллейбусном парке. В прошлом году закуплено шесть троллейбусов. Кстати, три из них, как вы знаете, на комбинированной тяге, которые идут на дизель-генераторах в Южную. В этом году будет закуплено еще три таких троллейбуса. Три троллейбуса будет закуплено еще обыкновенных. И в связи с строительством большого микрорайона в районе Вычелки-Ямна, в районе магазина Мартин, около Тельмов, туда будет планироваться продлить троллейбусную линию, организовать туда подвоз и отвоз жителей. Несколько сложнее дела обстоят с автобусным парком. Пока власти города не могут в полной мере повлиять на улучшение его работы. Но это пока. Принято решение подчинить автобусный парк городу, сделать его городским предприятием. Сегодня оно является филиалом областного предприятия «Бресту был автотранс». Значит, сейчас ведется работа по выделению филиала в отдельное акционерное общество. И после чего оно будет деакционизировано и будет таким же предприятием, как КУТП «Троллейбусный парк». И этот процесс, я думаю, летом будет завершен. И летом автобусный парк станет городским предприятием. Тогда гораздо легче будет городу, управлению экономикой, управлять этим предприятием. Ну и приобретать новый подвижный состав. Сегодня заметно меняется в лучшую сторону и подвижной состав частных извозчиков. Токсички стали более комфортными и ездить в них гораздо удобнее. Да и не каждый индивидуальный предприниматель или частное предприятие получает право на перевозку пассажиров. Прежде чем заключается договор с Гортрансом, проводится конкурс. Один из последних показал, что конкуренция растет. Городской исполнительный комитет, организатор этих конкурсов. Существует комиссия под председательством Валерия Михайловича Лаптейкина. И когда истекает срок договора с конкретным перевозчиком, мы являемся членами комиссии, которая рассматривает продлевать ли с этим перевозчиком договор. Если у него нет замечаний, нет нарушений по линии транспортной инспекции или ГАИ, значит, договор с ним продлевается. Но опять же, видя теперь такую жесткую конкуренцию по принятию участия в перевозках пассажиров, ну мы, наверное, старые машины, даже если нет замечаний, которые уже выглядят неприглядно, хотя они их подкрашивают, подваривают, будем потихонечку по окончании договора не продлевать с ними договора. Будут новые машины. Положительные сдвиги сегодня в работе транспортной системы есть, и их нельзя не заметить. Но это вовсе не значит, что все проблемы решены. К тому же, с развитием города перед руководством транспортной сферы неизбежно будут возникать новые задачи. Далее в нашей программе рубрика «Творим добром». Как это делать, расскажет многодетная мама из детской деревни. Мама. Всего четыре буквы. А смысл – длиною в жизнь. Елена Сигизмундовна работает мамой в детской деревне уже 20 лет. За это время воспитала и подготовила к самостоятельной жизни 19 детей. Самой старшей – 32 года. Сейчас растит еще восьмерых. Для каждого человека главная семья. И когда дети наши уже вырастают, они все равно чувствуют, что у них есть опора, у них есть семья, куда они могут приехать со своими проблемами, они могут здесь и отдохнуть. Семья – это основное в жизни каждого человека. Илья год назад тоже отправился в самостоятельное плавание. Поступил в Кобринский художественный колледж. Живет в общежитии. Но Елена, которая приняла его в свою семью около 13 лет назад, останется мамой уже навсегда. И по первому ее зову он готов прийти на помощь. Приехал, чтобы помочь маме деревья побились. Это была моя сегодняшняя работа будет. То есть не забываешь? Ну, куда мне ее забыть? Столько с ней живу, как будто я здесь родился, как будто я здесь живу всю свою жизнь. Для меня, я считаю, это так. Сегодня Илья строит планы на будущее. Образование, хорошая работа и, конечно же, своя семья. Он уверен, все получится. Его мама всему научила. Хотя сама Елена Сегизмундовна признается, мама – профессия непростая, но благодарная. На моментах, что таких тяжелых, было предостаточно, потому что ты отвечаешь за жизнь, за здоровье детей. И не все так гладко. Бывают очень тяжелые ситуации. Ну, в общем-то, все это решаемо, все это проходит. И остается самое, я бы сказала, светлое, самое доброе, самое приятное. Вот он, один из приятных моментов, когда ребенок со всей силы прижимается, давая понять, что никого роднее и любимее нет. Приятно, когда видишь, что у детей что-то получается, что у них есть возможность раскрыться и обрести себя. Карина, например, точно знает, будет фигуристкой. А вот Ангелина любит ухаживать за растениями и животными. Я люблю ходить в школу и заниматься рисованием и трудом. Я хожу в ЮНАТО, и мы там кормим животных, садим новые цветы и делаем подделки. У семейной галереи Елена Сегизмундовна как будто вдруг понимает, сегодня она может гордиться каждым ребенком. Кто-то получил высшее образование. Юля у меня учится в магистратуре в Гродно, в ПЭТ-университете. Алена работает в Девинской школе дефектологами-преподавателем. Мальчики многие работают на стройках, там, где можно заработать деньги. Я считаю, что мужчины, конечно, они должны уметь зарабатывать. Что в ней делают, я рада. Сосед Владислав уверен, все они достигли успехов благодаря тому, что есть мама и настоящая семья. Владу 15 лет, из них 5 он прожил в детском доме. Осенью тоже обрел новую семью. А потому осознанно утверждает, разница есть. Там мы жили по режиму, а здесь ты приходишь, у тебя масса свободного времени, ты сделал уроки, можешь гулять, за компьютером сидеть там. Если захотел покушать, ты можешь подойти там покушать. И холодильники все есть всегда. И обстановка другая, как дома, как в семье. А главное есть мама. Добрая, заботливая, любящая. Такое он желает каждому, кто остался сиротой, живет в интернате или детском доме. Мама, она, ну, действительно для них мама будет. Она и поможет, и все, будет постоянно их поддерживать. А там, ну, воспитательница, она от работы с меня, ну, тоже. Там хороший коллектив. Ну, мне тоже там нравилось. Я даже, когда уезжал, ну, немного было грустно. Вот, но все равно, мне кажется, что здесь лучше. Тому, кто готов подарить детям лучшее и не решается, Елена советует не сомневаться и прислушаться к зову сердца. Но самое главное – это любовь к детям. Елена уверена, все получится, и ее пример – лучшее тому подтверждение. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова